Когда мы посмотрели на то, что мы хотим сотворить в этом самом объекте, да еще и, извините, карта здесь не совсем то, то есть не те критерии, просто взяли в качестве примера, мы поняли, что работа эта достаточно трудоемкая и дорогая. Трудоемкая с точки зрения своих сил создание технического задания, написание, понятно, что кода самой системы мы хотели бы доверить программистам, программисты, кодировщики попросят за это денег, геоинформационная система это продукт достаточно дорогой и поэтому это, ну, скорее всего, миллион. Мы еще даже на тот момент не подошли к самому техническому заданию и к оценке стоимости внедрения этого всего, но мы понимали, что нам самим на то же самое техническое задание, на описание всего того, вот на что я уже, что называется, да, тут 20 минут потратил, описание всего этого словами потребуется достаточное количество времени. Мы поняли, что либо мы идем в тупиковом направлении, либо это станет делом всей нашей жизни и где-нибудь в старости мы с радостью скажем, ура, мы это сделали и благополучно уйдем на покой там или на пенсию, да, вот. Но мы пока не были готовы к тому, чтобы посвятить всю свою жизнь вот этому процессу и мы поняли, что надо каким-то образом привлечь самих владельцев усадеб тоже, не только составлением маршрутов там и схем чего, да, ну и как единомышленников. Но тут сразу у нас возник первый конфликт интересов. Владелец туристического объекта хотел бы не осчастливить человечество наличием такой карты, да, разделить наше как бы целеполагание, а владелец этого объекта хотел бы только получить популярный инструмент продвижения своего объекта на этой карте, чтобы эта карта пользовалась спросом, популярностью и клиенты находили, приезжали к нему. Ну, собственно говоря, и все. Максимум, на что готов владелец объекта, это актуализировать свою информацию в зависимости от ее изменения. Но жизнь показала, что на самом деле это не более чем декларация. Я не знаю, каков процент людей обновляет регулярно свои сведения о режимах работы, об ограничениях и так далее, и так далее. Все мы, наверное, да, в период самоизоляции из-за пандемии пытались что-то найти, видели в интернете, что часы этого заведения работают, приезжали к объекту, зачем-то не позвонив перед этим, да, и видели красивую вывеску о том, что объект не работает, или крест-накрест, залепленные двери, закрытые и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что 100% людей, владельцев усадеб будут регулярно актуализировать какую-то информацию, хотя это на самом деле информация важная для них, потому что она важна для их клиентов-посетителей, да. То есть разочарованный посетитель, не нашедший чего-то, не получивший чего-то, или с обманутыми ожиданиями, хуже на самом деле нет. Это будет такая малова со знаком минус, что лучше бы этот клиент не приходил совсем, например, да. А еще лучше, высший пилотаж-то заключается как раз в том, чтобы предвосхитить эту ситуацию и заранее позаботиться о своем пользователе, о своем клиенте, уведомив его об изменении какого-то режима. Но, честно говоря, вот за себя тоже могу сказать, предвидение вот это, оно, во-первых, приходит с опытом и с годами, во-вторых, оно не всегда приходит в нужную минуту, хорошая мысля, как известно, приходит чуть опосля, и вдруг вспоминаешь о том, что, оказывается, надо было вот изменения-то вот эти или вот эту информацию-то до клиента довести, мы настолько зашорим. Ну ладно, это я сейчас уже в область психологии и восприятия ухожу, да. Хорошо. Вот, мы поняли, что это достаточно трудоемкий процесс и стали задаваться вопросом, ну хорошо, система эта у нас есть. Мы все это сделали. Спустя много лет у нас есть карта, все объекты, о которых мы знаем, а точнее те объекты, о которых владельцы их решили заявить и использовать этот инструмент, как бы, продвижение, да, внесли туда все данные, все, что можно необходимо нести, возникает вопрос, как продвигать эту новую геоинформационную систему при наличии достаточно серьезных конкурентов, которые тоже двигались, не то, что тоже даже, которые двигались вперед по отношению к нам семимильными шагами и очень сильно убежали вперед. Я сейчас про интерактивные карты и онлайн и оффлайн навигаторы, которые появились вот как бы за то время. И вот мы подумали, это какие ресурсы нам сейчас надо задействовать, чтобы продвигать этот объект. Во-первых, чтобы владельцы усадеб и объектов туризма поверили нам и стали размещать свои объекты туда. Во-вторых, как потом искать туриста, чтобы еще и турист поверил, что надо этот инструмент использовать. Ведь в среде программистов и среде тех, кто работает в сфере информационных технологий, ходит такая мысль. Самая важная, самая главная цель, чтобы ваш продукт попал вот сюда, в телефоны. Вот мы, наша задача, как разработчиков IT-продукта, это попасть в гаджеты, в мобильные, персональные носимые устройства. Потому что вся навигация осуществляется давно уже через них. Или хотя бы попасть в ноутбуки, в стационарные компьютеры, чтобы люди что-то прочитали. Есть как бы и такие люди, которые на большом экране смотрят, печатают заранее себе все карты и по ним иду. Есть люди, которые динамически перераспределяют ресурс времени, ищут что-то сегодня по месту и двигаются уже исходя из планов сегодняшнего дня. Мобильные такие, динамичные люди. Вот, значит, ну хорошо, сделали мы, допустим, и возникает вопрос, а как теперь, точнее, как закладывать, на кого возложить работу по внесению в эту дис качественного некого контента. То есть, когда мы говорим об каком-то четком, отшлифованном, выверенном расписании, о часах работы, о описании объекта, о преимуществах, о достоинствах. Ну, о недостатках редко вообще люди объективно пишут, да, в основном предпочитают приукрашать то дело, которому служат, да, и поэтому пишут, как правило, только хорошее. Соответственно, это говорит о том, что на объекте должны присутствовать хороший видеоряд, хорошо снятые смонтированные ролики, на которых там улыбающиеся веселые люди с интересом и радостным смехом и улыбкой проводят время. Где красивые природные ландшафты, где красивые и так далее, и так далее. Ну, красивые фотографии на самих объектов, я думаю, мало кого можно удивить, потому что в основном-то отели первые повели, то есть у них на какой отель в интернете не взгляни, собственно говоря, фотографии с первой мыслью, которая возникает, это почему этот отель три звезды, судя по фотографиям, там вообще пять, да. А когда приезжаешь, то получаешь, что это не то, что там троечка с минусом, да, это гораздо ниже там класс. Вот, то есть нужен какой-то очень качественный контент, нужны хорошие фотографии, а сами знаете, да, то есть вопрос талантов, умения делать, допустим, какие-то качественные фотографии, снимать качественные видео, это уже вообще зачастую вопрос профессионалов, потому что не каждый на самом деле из нас может все это делать. Ну, хорошо, допустим, всегда во такого рода объектах, в геоинформационных системах есть два этапа. Первый, очень масштабный, это все собрать, запилить, как говорят айтишники, систему, положить туда весь контент, и самое главное, потом все это обновлять, то есть добавлять новые объекты, регулярно менять какую-то информацию по объектам. В общем-то, геоинформационные системы, мы тогда уже поняли, давно уже переложили эту работу на плечи самих владельцев объектов, ну, как бы это же нужно вам донести эту информацию до ваших клиентов. Наша задача, допустим, как команда того же самого там Google или там Яндекса или других инструментов продвижения заключается в том, мы вам напомним, не хотите ли вы внести изменения в свои данные, да? Мы обратили внимание, что вы уже полгода там или год никаких данных не меняли. Может быть у вас что-то изменилось, там некоторые геоинформационные системы, такие как Дубль ГИС, там или другие, да, я сейчас уже не буду в конкретику, звонят конкретно по номерам, закрепленным в их системе и говорят, у вас нет ли каких-то изменений в ваших данных, адрес, телефон, там адрес работы и так далее, не появилось ли у вас новых там объектов офиса, да? То есть по-разному осуществляется. Кто-то напоминает, кто-то сам на себя берет эту работу, да? Вот, и обновлять это, ну как бы действительно огромная проблема, огромная проблема. И пока вот мы занимались мечтами о создании собственной делу информационной системы, честно говоря, в мире произошло довольно серьезное изменение. Если, ну вот допустим, для меня в свое время стало открытием, какое количество сотрудников в коллективе Гугла и Яндекса занимаются разработкой, допустим, того же самого продукта Яндекс.Карта или Гугл Мапс. Это огромные ресурсы по сравнению с тем, чем как бы обладали мы. И мы поняли, что мы отстали, надеюсь, как бы, ну, не безнадежно, да, со своей. Мы точно поняли, что всю нашу вот эту, все наши мечты о создании новой геоинформационной системы надо зачеркнуть. Это уже бессмысленно, бесполезно. Нас конкуренты так опередили, что нам никогда их не догнать. И, ну, про это я уже говорил, о том, что печатные материалы бессмысленны, то есть многие люди ищут в интернете. Про совсем молодое поколение говорят о том, что жизненный опыт молодежи, он совсем не тот, что жизненный опыт людей из 20 века. И в любой непривиальной ситуации, Гугл помоги, что называется, да. Итак, мы увидели, что уже оказывается на геоинформационных системах, таких как Дубль ГИС, Гугл Мапс, Яндекс Карты, там, Мапс МИ, их на самом деле достаточно много, я даже пытался перечислять, но понял, что как бы это вот список, да. То есть я их называю одним термином геоинформационные системы, которые содержат привязку к геокоординатам путем GPS, да, координат, и навигаторы. Навигаторы делятся там на два типа, онлайн и оффлайн. Онлайн те, которые требуют постоянного трафика интернета для навигации. Оффлайн это те, кто, что называется, заранее закачал карту, и по GPS координатам, по геосистеме идешь, собственно говоря, куда хочешь, да. Так вот, оказывается, на этих картах уже давно можно создать свою собственную карту, добавлять туда контент, метки какие-то, создавать свои слои. Я когда это лично сам узнал, я, что называется, чуть со стула не упал, да. Это же Эврика, это же то, что нам нужно. То есть мы хотели не тратить колоссальный ресурс, временной, людской, денежный, на создание системы. Мы хотели иметь свою надстройку над этим. Сразу у нас возник вопрос. А что мы, ну как бы, можем туда вот, как бы заложить, да. Вот, значит, мы стали пропагандировать такую идею о том, что ребята, для продвижения своих продуктов, научитесь создавать на вот этих объектах свою собственную карту. Жизнь показала, что не все так просто, и продвинутых, честно говоря, среди нас немного. И тогда мы стали уточнять задачу, сужать, конкретизировать ее для чайников. Друзья, научитесь хотя бы размещать на этих объектах, хотя бы свой объект, хотя бы какую-то информацию о нем, его корректное описание, там фотографии, видео, аудио. Вот эти геоинформационные системы позволяют закладывать тонны информации об объектах, да, любой. И что самое интересное, потом по вот этому самому контенту, по вот этой информации люди на каналах разных владельцев YouTube каналов, да, и вышла фотография, и вся правая часть, вот правая половина, это геопривязка. Там, соответственно, кто с Google, ну, я думаю, многие уж, наверное, с Google работают, да, и ищут, по крайней мере, как найти там объект. Это стандартный интерфейс Google, то есть он сразу предлагает сохранить этот объект и сразу предлагает проложить к нему маршрут, а также выкладывает географические координаты, физический адрес, режим работы, телефоны, т.д. контакты, да. Более того, обратите внимание, я раньше тоже не обращал на это внимание, там гиперссылка синеньким, предложить исправление. Это может быть для двух ролей. Первое, для владельца организации, который утверждает, как бы, ирифицирует, да, все эти данные. И второе, для пользователей, дело в том, что принцип пополнения данными, вот, как бы, сети, он везде здесь работает, да, он написан, знаете ли вы это место, поделитесь актуальными данными, хотите ли вы задать какой-то вопрос, задайте. То есть, в принципе, о нас позаботились и предложили нам все, практически, кнопки, которые можно предложить, да. Так, соответственно, я зашел там на инстаграм-страничку, в инстаграме все, вот, вот, просто превосходно, да, там, выложены качественные фото, выложены качественные видео, любо-дорого посмотреть, проводятся конкурсы и так далее, даже ссылку дам. Соответственно, у меня всегда возникает сразу вопрос, да, то есть, с точки зрения создания первого впечатления о том, что я хочу туда поехать, все, вопросов нет, зачет, да. А второй вопрос, а как, доехать, на что ли я доехать. Ну, в принципе, по Алмакай я сразу, как бы, ответил вам заранее, да, вот, пожалуйста, на этой страничке сразу сказано, как доехать. То есть, в этом плане Фариду и тем, кто его единомышленники полностью называют зачет. Но, я стал делать дальше. А что, если человек не помнит название Алмакай, и это естественно, да, но зато, например, хочет покататься на лошадях, да, и хочет по лошадях, на лошадях покататься, либо где-то в конкретном месте, да, ну, например, он наберет конные прогулки, да, или покататься на конях, что-нибудь в этом роде, и укажет либо где-то здесь рядом, либо в конкретной местности, куда он хочет поехать. Соответственно, этот объект обязательно должен быть найден, если набрать запрос вот типа такого, который я набрал. Конные прогулки Татарстан. То есть, он, в принципе, должен выдать все кони фермы и все ипподромы, все загоны, которые предоставляют, допустим, там, конные прогулки. Если люди об этом позаботились. Слава Богу, команда вот этих геоинформационных систем, она провела каким-то образом очень серьезную работу. Они пошерстили интернет, они полазили по нашим сайтам, и они смогли оттуда вычленить основную информацию для первого заполнения своих геоинформационных систем, а дальше все уже в наших руках. То есть, это наша задача дополнять, актуализировать, пополнять, приукрашивать, как бы, вот эту информацию, да. Ну, соответственно, вот я в двух поисковиках, в Гугле и в Яндексе набрал конные прогулки Татарстан и, что называется, к доблести команды Фарида, в обоих конный клуб Алмакай в том месте, где он физически размещается, он вылез. Очень хорошо. И даже, если там щелкнуть дальше, можно будет посмотреть, как выглядит этот конный двор, как эта усадьба и так далее, и так далее. То есть, молодцы. И впечатление есть, и есть информация о том, как доехать. Более того, если вы обратили внимание, или, может быть, кто не знает, обратите внимание, и в Гугле, и в Яндексе есть и панорамные фото, и панорамы, это значит 360 градусов по округе можно осмотреть, да. Есть много другого качества контента, привязанного именно к этому. Вот смотрите, почему легко было найти? Да потому что или сам владелец, или его команда, или родственники делали фотографии, и потом, кликая по этой фотографии в своем телефоне или в компьютере, нажимали кнопочку поделиться. А потом, когда нажали кнопочку поделиться, выбрали поделиться где. Нам же смартфон, собственно говоря, предоставляет кучу вариантов, где поделиться. В данном случае надо делиться на, вот, например, я даже просто сейчас на память не помню, да, а фотографии, допустим, поделиться, отправить. Вот у меня, например, в моем смартфоне отправить. Он предлагает варианты добавить там в Телеграм, подправить на электронную почту, добавить в Инстаграм, добавить на карты, ну и там еще какие-то варианты, да. То есть добавка фотографии на карты, она уже предусмотрена основным функционалом ваших мобильных устройств, да, смартфона, телефона, все что угодно. Вот, поэтому это надо делать просто регулярно. Больше всего проблема заключается в том, что надо это делать системно. То есть, на самом деле, когда у человека хорошее впечатление, у самого или у тех, кого он пригласил, как раз это и надо производить. Ой, ребят, ну фотографируйте, слушайте, а выложите, пожалуйста, геопривязки там на объект, да. Тем более, что геопривязку сейчас даже не надо копировать друг у друга координаты. Просто достаточно поставить, включить навигацию и нажать точку, где я нахожусь. И найти объект. Даже более того, даже и этого не обязательно делать. Допустим, нафотографировали и уехали из этого объекта, да. Потом дома начали отправить фотографии, делиться впечатлениями, да. Взяли эту фотографию, разместить на карте. Он спрашивает, где разместить. Там можно выбрать вариант. Набираем, я вот набираю просто текстом, например, да, там Алмакай. И он выбирает там несколько вариантов. И можно, даже не находясь на объекте, в этой точке разместить. Вот я о чем, как бы, так подробно, да. Поэтому ребята из команды молодцы. Просто молодцы. Это очень хороший инструмент, как бы, продвижения. И все сразу наши. Сделать это ассоциации для членов своей ассоциации. Это предложить им ресурс продвижения, свою карту. Все члены ассоциации на карте. Это же, ну, как бы, так естественно. Это, наверное, единственный, как бы, ради чего там такие ассоциации создаются. Представление общих интересов. Итак, узнав вот это все, наш проект под названием, там, интерактивные карты несколько преобразовался. Мы ушли от идеи создания собственной карты. Мы стали думать о создании слоев своих карт на существующих картах. На Google Maps, Яндекс.Картах и прочих там, там, Maps.me, дубльгисах, да. И оффлайн-навигаторах всяких разных. Мы считаем, что вот эта интерактивная карта туриста, она как раз и представляет собой накопленную информацию обо всех объектах и инструменты навигации по ней. А мы можем сделать другие слои под названием контекстный поиск. То есть, вот те как раз тематические туры, если кто-то помнит начало моей презентации, которую я вам показывал, да. Собственно говоря, вот эти вот слои, вот эти дополнительные карты и позволят создать вот эти тематические туры над существующими картами, да. И вот этот путеводитель, я его назвал путеводитель автопутешественника, да, по сути это большая работа по перенесению информации, да, владельца объекта в геоинформационную систему, а мы потом будем делать надстройку над ней, да. И вот этот вот у нас как бы проект стоит он из нескольких частей. Я, кстати, предлагаю, кого хоть как-то заинтересовало это и тронуло присоединяться к этому проекту, да. Может быть кому-то надо провести обучение, может быть кто-то единомышленники просто. Мы пытаемся просто ограниченным количеством людей вот этот как бы проект двигать. Но может быть Ростуризм, дай бог, нас поддержит, да, и тогда мы получим еще какой-то ресурс, да. Итак, на ближайшие полтора года мы наметили обучение инструментам продвижения, ну, примерно так, как я сейчас говорю, только может быть на пальцах заходим в такой-то путеводитель, на своем телефоне там, допустим, там показывают, да. А тот, кто обучается на другой стороне скайпа, зума там или чего-то телефона, да, он повторяет мои действия и таким образом закрепляет навыки. Потому что лучше ничего нет, чем самому закрепить навыки, чем кого-то слушать, да. Потом, после того, как будет образован качественный контент, то есть когда владельцу сайта хотя бы по одной качественной фотографии, одному качественному видео и качественному описанию разместят, уже можно делать вот эту будущую интерактивную карту, которая как бы инструмент продвижения, да, вот этот путеводитель. Вот тогда мы к этому подойдем, а сейчас она будет, ну, достаточно усеченная, да. Вот, собственно говоря, это вот о проекте, обучении и дальнейшей разработке вот этой самой программной надстройки, да. Соответственно, вот здесь в презентации ссылочка, если, значит, захотите сконтактироваться с нами, если вам какая-то потребность в чем-то, заходите, мы постараемся вам помочь. Так, теперь следующее. Не гуглом, да, единым, как бы мы здесь все движемся, тем более у нас второй вопрос, который возник, это авторские права. Когда мы подумали о том, что мы хотим какие-то вещи сделать не просто не сделать публичными, но сохранить за собой авторство, да, мы столкнулись с лицензией, как бы, гугла, яндекса, там, и это на определенные действия, да, то есть они же владельцы вот этого опыта. Так, соответственно, мы поняли, что, значит, нужно рассмотреть еще какие-то альтернативные инструменты. Мы натолкнулись на такой очень интересный инструмент, как технология OpenStreetMaps, то есть, чтобы не было монополии гугла, яндекса, дубльгиса и всех остальных над нами, и они, допустим, надо пользоваться всеми, но есть еще варианты, так называемые, совсем открытые данные, да, то есть вот, ну вот, есть такая, есть свободные данные, там, распространяются по определенной лицензии, да, кому интересно, можете посмотреть, такие объекты тоже есть. Дело в том, что многие страны уже присоединились к этому проекту достаточно давно, да, в OpenStreetMaps, и можно пользоваться не только теми инструментами, это уж совсем для продвинутых, да, то есть начинать надо все-таки с общедоступных, а это немножечко посложнее, да, то есть вручную здесь как бы добавляются объекты, да. Так, ну, собственно говоря, вот что хотел сказать, вроде бы сказал, вроде даже уложился в час время.